МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Лицом к городу еженедельно. В этой студии мы встречаемся с первыми лицами администрации Рязани, обсуждаем наиболее актуальные и насущные городские вопросы и проблемы. И сегодня у нас в гостях начальник управления благоустройства города и дорожного хозяйства администрации Рязани Валерий Бибко Здравствуйте, Валерий Викторович. Говоритесь, уважаемые друзья, как вы, наверное, уже догадались, мы сегодня будем на самую актуальную и насущную тему. Это на тему наших городских дорог. Начну с того, что действительно отрадно, с того, что в этом году достаточно большое количество дорог было отремонтировано еще по весне. Давайте перечислим сейчас, вспомним основные магистрали, и что показал вот этот весенний ремонт, в каком состоянии они находятся сейчас, есть ли какие-то замечания к подрядчикам, которые выполняли работы? До наступления летнего периода весной производились работы по ремонту участков улиц, так называемые работы по ремонту картами. Много было отремонтировано, порядка 35 тысяч квадратных метров картами. Основные участки, которые можно обозначить, это улица Рязанское пересечения с Соколовкой. Дальше у нас улица Краснорядская была отремонтирована. Улица Ленина в районе моста через Лыбедь. Также улица Соборная. Это участок от пересечения улицы Ленина и до памятника Ленина. Также участок по Первомайскому проспекту в районе госпиталя. Дорога, которая пересекает улицу Чкалова в районе площади Димитрова. Улица Зержинского. Путепровод Приокский. Эти участки были отремонтированы, необходимость была. Участки были в достаточно таком не гостовском состоянии. Требовали ремонта и дальнейшие работы ямочным ремонтом не улучшали бы однозначно состояние. Что касается гарантийных работ, гарантийного срока, то он у нас в районе 4 лет. Поэтому те работы, которые производит подрядчик, мы истребуем в течение 4 лет гарантийных обязательств. Поэтому на данный момент, естественно, в этом году еще не было отрицательных температур, не было зимнего периода. Поэтому они себя в настоящий момент показывают достаточно хорошо. Ну, к хорошему привыкаешь на самом деле очень быстро. Та же улица Краснорядская. Ну, автомобилисты, думаю, меня поймут. Если отмотать сейчас пленочку несколько месяцев назад, все-таки достаточно трудно было по ней проехать. Конечно, что называется, колеса не отлетят в разные стороны, ну, как по стиральной доске. Сейчас дорожка идеальная, любо-дорого проехать, приятно посмотреть. А ведь, когда Краснорядскую делали, ее уже на несколько дней даже закрывали для движения автомобилей. Да, закрывали ее для движения автомобилей. Многие, конечно, были беспокоены этим ограничением движения. Но это делалось для того, чтобы более качественно был выложен асфальт. Также мы видим, что по улице Краснорядская огромное количество у нас коммуникаций. И укладка асфальта требует именно поднятия тех смотровых колодцев коммуникаций. И без перекрытия это было сделать невозможно. Плюс ко всему мы, помимо того, что отработав эту дорогу ремонтом картой, мы отремонтировали пешеходную зону, отремонтировали тротуар, выложили в плитки как со стороны улицы Краснорядской, так, если можно посмотреть, улицы Кольцова, мы тоже отремонтировали тротуар. Поэтому мы в этом году не только улучшаем проезжую часть, но и улучшаем, чтобы комфортнее чувствовали себя пешеходы. Ну, достаточно большая география, скажем, городская в этом ремонте картами. Да, это и центр с улицы Краснорядской, улицы Соборной, улицы Ленина, это и улица Рязанской, которая вообще на отшибе, бог знает, где это, и улица Юбилейная на Московском, которая, кстати, отремонтирована, по-моему, впервые за долгие годы, и многие местные жители даже не верили, что такое может быть. Ну, да, как ремонтируем дороги как в центре, так и, можно сказать, на периферии, это как и улицы Рязанской, также у нас был отремонтирован участок дороги, который ведет от платного путепровода в сторону Карцева, вот. Улица Юбилейная была отремонтирована, да, там было вообще как бы неудовлетворительное состояние проезжей части, ее отремонтировали капитально, улицу Юбилейная в этом году, конечно, участок улицы, вот, что позволило сейчас на данный момент, как и пользоваться и участниками автодвижения, так же и пешеходам отремонтирован тротуар в том числе. Ну что ж, теперь поговорим о тех дорогах, которые уже в ремонте, вот, что называется, сейчас, в сентябре, в первую очередь, с чем столкнулись горожане вот в эти выходные, на субботу и воскресенье, вот, была закрыта улица Циолковского. Так же, как в свое время закрывали краснорядку по весне, осенью закрыли Циолковку. Циолковская – это, ну, очень крупная транспортная артерия, ведущая к выезду за город. Такое вот радикальное решение пришлось принимать, в связи с чем? И, наверное, вот, кто сейчас на улице Циолковского находится, могут подтвердить или сегодня находили, что ремонт не завершен до конца. Будут ли перекрывать еще? Конечно. Как в эти выходные, так и в следующие выходные будут проводиться работы. Технология производства ремонта требует вот именно перекрытия движения, в связи с тем, чтобы одновременно укладывать асфальт по направлению. Вот, сразу укладывать асфальт по двум полосам одного направления. Поэтому и перекрыто движение для того, чтобы улучшить качество дорожного покрытия в последующем его эксплуатацию, чтобы было покрытие само более качественно. Малик, а вот за одни выходные просто не успели или технология не позволяет? Ну, естественно, естественно, что за выходные не успели это перекрыть. И почему делается это перекрытие на выходные? Потому что многие жители города или отдыхают, или уезжают за город, вот, менее пользуются общественным транспортом, поэтому более безболезненно было принято решение перекрывать улицу Циолковска в выходные дни. Ну, вот следующие выходные, я так понимаю, перекрывать все равно придется, да? Все равно придется, естественно, да, потому что до конца, как мы видим, ремонт не доведен. Следующие выходные постараемся более полный объем сделать, чтобы больше не доставлять неудобства жителям по перекрытию этой улицы. Ну, Циолковского делается также не только проезжая часть, но и тротуары. Кстати, губернатор обращал внимание на не совсем, скажем так, качественную на каком-то этапе работу подрядчика. Я так понимаю, выводы сделаны, работа с подрядчиком проведена. Выводы сделаны, работа с подрядчиком произведена. На контроле находится на постоянном, как наше управление, так же технодзор, который подключается постоянно к проведению работ, чтобы работы велись в соответствии с проектным решением. Приходилось менять по ходу работы определенные решения. Те замечания, которые были указаны губернатором, были исправлены, и сейчас уже учли все недостатки, их устранили на сегодняшний момент. – Валерий Викторович, еще один вопрос про улицу, тоже очень крупную транспортную артерию нашего города. Это улица Семинарская. Она закрыта уже, по-моему, два месяца. Но к дорожным работам там только-только начали приступать. Почему так долго? В связи с чем? – Ну, ряд причин. Первая причина – это то, что в первую очередь меняется там бортовой камень, происходит ремонт тротуаров, происходит снос зеленых насаждений, которые будут после уже ввода дороги, дорожного полотна в эксплуатацию, будут высажены новые зеленые насаждения. Там происходит много, проходит очень много коммуникаций. В связи с этим, естественно, те работы, которые проводятся, безопасность этих проводимых работ требует перекрытия движения. Вот. Это, ну, необходимость вызвана технологией работы. Ну, вот на Семинарской еще меняли трубы. Вот в этом году, как бы, да, то есть, наверное, еще это тоже, как бы, наложилось там отпечатком на сроки перекрытия. Я вот хочу спросить, не получится ли так, что сейчас пополам, что называется, ну, не с горем пополам, а вот после всех вот этих долгих мучений на Семинарской положат новый асфальт, а потом его придется опять скрывать, потому что менять трубы надо. Ну, была поставлена такая задача, чтобы отремонтировать улицу Семинарская и перед этим капитально отремонтировать тепловые сети, чтобы к ним не возвращаться, ну, по крайней мере, продолжительное время. Поэтому сети, которые находятся там, были капитально отремонтированы, и в связи с этим получился такой растянутый срок по перекрытию улицы Семинарской. Это наложились одни работы на другие, но это комплекс именно работ по обустройству и по ремонту улицы Семинарской. Ну, вот есть сейчас понимание, когда Семинарскую сделают все-таки? Да, понимание есть. Также с подрядчиком постоянно проводятся рабочие встречи, проводятся непосредственно главой администрации города, с участием Минтранса областного. И срок, который у нас по графику производства работы, это до середины октября, хотя при более комфортных погодных условиях, которые могут быть осенью, подрядчик берет на себя обязательство, что сделает на неделю раньше тех графиков, которые предоставляют. В общем, немножко еще потерпеть осталось. Немножко, да. Ну, в любом случае, мы можем планировать, но вообще, как бы, если перестраховывать, то все работы пытаемся будем заканчивать до конца октября. Ну, когда еще холода, что называется, не наступили, и асфальт, что называется, еще класть можно. Но Семинарская, так же, как и Циолковского, это комплексный ремонт улиц, это не только проезжая часть, но и тротуары, и зеленые насаждения, о которых вы сказали. Кстати, писали, что вот срубают деревья. Зачем это делается? Ну, те деревья, которые произрастают на улице Семинарской, они старовозрастные деревья. И, да, понятно, переживания жителей города Рязани, но когда эти деревья падают, и не дай бог, происходят какие-то чрезвычайные происшествия в связи с тем, что деревья падают, то это еще более глубокие такие повреждения, нежели от того, что мы снесем эти старые деревья и высадим новые. То есть вы высадите новые? Это заложено проектом, это будет произведено обязательство, на это предусмотренное средство. Хорошо. Еще две городские улицы, о которых хотелось бы быстренько поговорить. Это улица Спортивная. Тем, кто проезжает сейчас, заметно, что она вроде как будет расширяться. Это вот в районе Центрального спортивного комплекса, в районе съезда на Агаленщина. Правильно ли вот мое понимание, как автолюбители этого? Да, совершенно правильно. Улица расширяется, делается увеличение движения по полосам. Две полосы будут на том участке, который ремонтируем в одну сторону, и две в другие. Именно расширяем проезжую часть в районе пешеходного перехода у Центрального стадиона и ту проезжую часть, которая у нас в районе путепровода. Если сейчас обратите внимание, то движение с путепровода в сторону рощи, оно у нас позволяет двигаться автомобилям по одной полосе. И вот здесь вот до стандартного мы производим расширение дороги, обустройство тротуаров, как с одной стороны, так с другой стороны. Появляются у нас тротуары также после пересечения с Галенщинском шоссе, со стороны автозаправки и со стороны Центрального парка. Поэтому здесь вот попробовали сделать именно общее благоустройство, и чтобы комфортно было передвигаться не только автомобилистам, но и пешеходам. Поэтому у нас комплекс именно в этом году стараемся сделать, чтобы по максимуму все дороги, которые мы делаем, были оборудованы еще пешеходными дорожками. Если посмотрим, вот тут же у нас рядышком находится улица 1-я и железнодорожная, которая у нас идет от торгового центра до Горбатого моста, то мы ее тоже закрыли сейчас на сегодняшний момент и производим там тоже обустройство тротуара, которое у него было. Слушай, там вообще проехать невозможно было. Ну, там невозможно было не только проехать, но и пройти. Поэтому там ряд тех зеленых насаждений, которые являются сорняковыми, мы вырубили, оборудовали пешеходную зону, которая будет позволять комфортно передвигаться не только пешеходам, и велосипедистам, и, ну, сам ремонт, естественно, будет позволять более комфортно передвигаться по центру города. Потому что мы знаем, это одна из основных магистралей. Ну, это на самом деле дорога, которая просто по кратчайшему пути соединяет центр и рощу, а поскольку там невозможно было ни пройти, ни проехать, никто ей не пользовался. Сейчас это действительно очень удобно для горожан. Да, она, хотя была и в таком не совсем гостовском состоянии, она была всегда востребована автомобилистами. Ну, тем, кому свою машину не жалко. Хорошо. Это действительно большой вклад, в том числе и дело борьбы с пробками, и вот то, что расширяется спортивное, тоже есть надежда на то, что пробочек станет меньше. И еще один проект по борьбе с пробками, это создание полноценного дублера улицы Есенина в лице улицы Колхозной с выходом на улицу Новую. Как там обстоят дела? Есть надежда, что в этом году этот дублер заработает тоже? Ну, это тоже такой проект, можно сказать, новый. он в этом году был, можно сказать, ну, проектное решение по нему было, то, что позволит производить как раз борьбу с пробками улицы Колхозной. В настоящий момент там проводятся работы, точно так же с обустройством тротуаров, и улица Колхозной будет позволять движение с путепровода Есенина напрямую выходить на улицу Новая, минуя улицу Есенина. Вот, поэтому, естественно, мы в этом году постараемся ее доделать до конца и обеспечить комфортное передвижение автомобилистам по городу. То есть, в конце осени она уже тоже должна быть запущена? Должна быть запущена, да, мы постараемся, приложим все усилия, чтобы она у нас заработала. Валерий Викторович, я благодарю вас, вот такой обстоятельный разговор о ремонте городских улиц у нас сегодня получился. В эфире программы «Лицом города» был начальник управления благоустройства города и дорожного хозяйства Валерий Бипко. Это была программа «Лицом города». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин